У них такое выражение морды у этих машин, как будто, знаете, там сидят якудзы И меня сейчас тут загасит за то, что я слил их номера Русские пельмени в Гонконге Центр, песок под ногами, Собянин бы такого не заценил Я похож сейчас на белорусского трансвестита Здесь на улице проходят протесты Бежим у нас 8 минут, чтобы успеть Всем привет! Только что мы приземлились, знаете где? В Гонконге Совсем неожиданно, мы не планировали, но так получилось Если кто-то из вас смотрит нас впервые, давайте знакомиться Меня зовут Валя Я Серега Еще в это путешествие вместе с нами отправились наши друзья Кирилл и Диана У нас здесь в Гонконге целых 3 дня И мы решили проверить, правда ли этот город такой дорогой, как о нем говорят Да, поэтому мы включаем свой счетчик нищеброда и начинаем считать наши денежки И первая трата, это был перелет сюда 10 тысяч рублей Ну а если вы соберетесь лететь в Гонконг, то, например, из Москвы билет туда-обратно на одного человека вам обойдется в 23 тысячи рублей А может быть и дешевле Гонконг Гонконг – это специальный административный район Китая на юго-востоке страны, бывшая британская колония Этот динамичный густонаселенный город является мировым финансовым центром Гонконг расположен на Коулунском полуострове, запада, юга и востока, омываемом Южно-Китайским морем Гонконг – это более чем 260 островов, наиболее крупными среди которых являются Гонконг, Лантао и Лама Местные жители не считают себя китайцами и относятся к китайцам, мягко говоря, не очень И при любом удобном случае высмеивают их Но об этом мы поговорим чуть позже Здесь в Гонконге своя валюта, это гонконгский доллар 10 гонконгских долларов – это 80 российских рублей Тут такая ситуация, открыли паспорт, а печати нет Ну, соответственно, штампа по прибытию И нашли вот такую бумажку Вместо печати, в общем, дается бумажка И ее нельзя терять, тут написано И обидно, что никаких штампиков не поставили А как я буду друзьям хвастаться, что я был в Гонконге? У кого нету Инстаграма? Мы много путешествуем И для нас действительно важно, чтобы места в паспорте было много Поэтому даже хорошо, что не ставить ничего Какие вообще первые ощущения от Гонконга? Ну, точнее, от аэропорта, как бы мы в Гонконге еще не были Все очень вежливые, классно говорят на английском Ведь здесь, в Гонконге, два языка – китайский и английский И это замечательно, мы сможем нормально общаться Если вы подписаны на мой Инстаграм, то наверняка знаете Что около месяца назад я поставила себе цель Выучить английский язык и начать разговаривать на нем свободно Я учила английский и в школе, и в колледже, и в университете И очень много пробовала его учить сама С помощью каких-то приложений и чего-то еще Но я поняла, что если я не возьму и начну на нем разговаривать То никакого результата не будет И для того, чтобы начать говорить, нужно именно начать практиковаться постоянно И лучше это делать именно с носителем Уже около месяца я занимаюсь с преподавателем Я учу и грамматику, и разговорный, и бизнес английский Но дополнительно к этому я решила, что нужно практиковаться именно с носителями Найти человека локально я не могу и постоянно с ним разговаривать Потому что мы постоянно переезжаем, мы находимся в путешествиях Поэтому отличный просто выход это онлайн общение И сервис по изучению разговорного английского Кэмбли мне отлично в этом помогает И там нет русских преподавателей, только носители английского языка Я, если честно, поначалу немного стеснялась Я не понимала, как можно разговаривать с человеком, незнакомым Не знаю, на какие темы, да еще и онлайн Но классно в Кэмбли то, что можно выбрать преподавателя по интересам У каждого преподавателя есть небольшое описание, где вы можете прочитать информацию о нем И понять, он вам подходит или нет Также есть поиск по интересам и вы можете ввести свое хобби, например И найти преподавателя себе по душе Также можно выбрать преподавателя по произношению Североамериканский акцент, австралийский или британский Если вы планируете свое путешествие в Англию, то, конечно, вам лучше разговаривать с преподавателем, у которого британский акцент Выбираете дату, время и длительность урока, нажимаете поиск и вперед! Разговариваете с носителем языка И для вас у меня есть прекрасный подарок Это 15-минутное занятие с носителем языка по промокоду DREAM&TRAVEL И что самое классное, вам нужно просто зарегистрироваться на Кэмбли Не нужно вводить никаких банковских карт Вы для начала тестируете, пробуете Подходит вам такой способ изучения языка или нет И только потом принимаете решение И если вам понравится, уже оформляйте подписку Промокод и ссылка в описании к этому видео Практикуйте английский вместе с Кэмбли А ну-ка смотрите, что здесь есть позади меня 7-11 Там мы, кстати, покупаем сим-карту Первое, что нужно сделать по прилету, это, конечно же, снять деньги Этим мы сейчас займемся и купить сим-карту 88 местных долларов А еще какие-то были варианты? Да, это на 5 дней, а было на 8 дней 8 гигов за 190 местных сингапурских долларов Это гонконгские А, точно Снимаем деньги и двигаемся в город Кстати, добраться до города можно тремя способами Первый – это такси, самый дорогой Второй способ – это аэроэкспресс Он чуть дешевле, но тоже дорогой И третий способ – это автобус Мы поедем на автобусе Ехать нам примерно час Покажем вам дорогу, потому что если вы приедете в Гонконг Вы сможете повторить наш путь Когда я готовилась и смотрела, где же можно снять деньги В каком банке без комиссии Я увидела только Банк Сити, но здесь его нету Здесь только есть Банк оф Чайна, поэтому мы будем снимать там Мы сняли немножечко кэша для нашего уикенда в Гонконге И вот так вот у них очень круто выглядят деньги Они большие, такие широкие И я снял 2000 гонконгских долларов У меня Тинькофф Банк показывает, что мне это обошлось 16750 рублей Для того, чтобы выгодно перемещаться по Гонконгу на общественном транспорте На метро, автобусах и так далее Нужно купить карту специальную Она называется «Октопус» Продаются эти карты в аэропорту У стенда «Аэропорт Экспресс» Подходите и говорите, что вам нужна карта «Октопуса» Стоит она 150 гонконгских долларов В эту стоимость входит 50 долларов Это депозит за саму карту И 100 долларов у вас остается на счету, чтобы пользоваться транспортными услугами Гонконга Все куплено, товарищи Вау, молодцы 500 долларов Стоит, как же это? Что вы обманываете? По 150 По 150, классно Теперь мы отправляемся в город Ехать нам час И у нас есть 8 минут, чтобы успеть на автобус Побежали Бежим у нас 8 минут, чтобы успеть Итак, первый транспорт, который нам нужен, это 41 автобус И он как раз подъезжает Вышли на улицу И здесь в Гонконге сейчас нашей зимой, ноябрь месяц Очень даже комфортно 21 градус Хотя в остальные месяцы 7 месяцев в году, если не ошибаюсь Здесь просто очень душно, жарко Загнали в автобус Удобные места, классные кресла И что я здесь нашел? Везде USB Пожалуйста, заряжайтесь И наверняка есть Wi-Fi Проверим секундочку Есть? Да, есть Я хочу сказать, что все интуитивно понятно Они классно разговаривают на английском И везде подстазывают То есть вот они видят, что ты дурачок Идешь с большими глазами И говорят Ну да Да, я вот сейчас начал искать что-то Я вот сразу, что случилось Куда я сказал Аниме направление Круто? Изи Изи, как говорится Наш друг Кирилл Итого путь на двух видах транспорта Нам обошелся в 30 гонконгских долларов на человека В 2,5 раза дешевле, чем на такси Так что если вы хотите бюджетный Гонконг То выбирайте этот способ Или пешком А если вы один То это в 10 раз дешевле ровно То пешком Несмотря на то, что у нас бюджетный Гонконг Ну мы, по крайней мере, стараемся его таким сделать Но жить мы будем в 5-звездочном отеле Все настолько понятно, что просто на указателях Сразу же написано Royal Plaza Hotel Нам туда Именно вот такие вот все такси в Гонконге Красные Тойоты Мы чекинемся На 3 ночи этот отель нам обошелся Вот в такую сумму И плюс еще при заселении берут небольшой депозит Полторы тысячи долларов Несколько в Гонконг Ну что, путешественники Люкс на четверых заказывали Отлично Вот такая у нас большая комната Здесь у нас, значит, окно Будем мыться вчетвером, как-то непонятно Ну я думаю, есть шторка здесь Здесь есть ванна Туалет Полотенчики Гели для душа Палочки, щеточки У нас тут даже бритва есть А что мы с Кириллом офигели Это есть гигантское зеркало Можно смотреться в него и все рассматривать Но есть один минус Мыло положили сломанное И это в пятизвездочном отеле Звоним на ресепцию Это никуда не годится Сейчас нам надо поесть И скорее всего, что мы пойдем просто в 7-11 И захватим какого-нибудь подножного корма Ну и заодно ценник глянем Да, мы в 7-11 Мы в 7-11 дошли его Чуть нашли, который был открыт Потому что почти все уже закрыты Это 28 стоит Ценник, конечно, здесь реально конский Да не то, что конский Мы просто не привыкли, как считать И непонятно, что это вообще по цене 14 долларов Это мы самые дешевые нашли В другом были в 7-11 Немножко поприкольные За 28 долларов Ну то есть 14 долларов умножай на 8,3 Грубо умножай на примерно 10 И получишь в рублях То есть получается 100 Где-то 100 рублей 120 4 бутерброда, вода и бутылочка сока 675 рублей в копилочку счета нищеброда Вообще 7-11, конечно, они дешевые магазины Но сейчас найти что-то другое невозможно Потому что уже почти час ночи Я хочу сказать свои первые впечатления Я в восторге Мне напоминает чем-то Японию То есть ту Японию, которую я видела У кого-то видео, у кого-то фото Но не Китай вообще Все люди вежливые Как только ты там, не знаю, хочешь сфотографироваться Они тебя пропускают Чтобы ты фотографировал Ну и если ты где-то что-то затупил Сразу народ находится, который тебе поможет Сейчас час ночи Но город живет как бы полной жизнью, так скажем Хотя, наверное, днем здесь вообще кипит происходит Но даже в такое время здесь достаточно много народа на улице Иероглифы, иероглифы китайские везде Прикольно Я сначала думал, что у меня будет такой тип А так прикольно выйдет, как реально в фильмах Но больше напоминает Токио какой-нибудь Ну что, мы отправляемся в отель Нам нужно спать Увидимся завтра утром Вау, доброе утро Мы отправляемся сейчас на смотровую площадку Victoria Peak, Lines Pavilion Добраться туда можно разными способами Но мы добираемся самым бюджетным способом На автобус Номер автобуса Х-15 И мы прямо сейчас уже находимся на остановке Откуда он отправляется Для того, чтобы добраться на эту остановку Вам нужно приехать на станцию метро Адмиралити Или Адмиралити И найти выход B Выходите, здесь есть указатели Большими буквами Х-15 Здесь ждете и отправляетесь на пик Здесь в Гонконге сейчас проходят протесты И мы, кстати, даже увидели последствия этих протестов Недалеко возле нашего отеля Некоторые станции метро были закрыты Сожжены Камеры разбиты Все-таки немного чувствовалось, что что-то было И именно вот на той улице, где живем мы Но ценник, конечно, здесь, ребята На проезд немаленький Вообще, в принципе, на все Поэтому мы здесь только на три дня Короче, мы ждали, ждали, ждали Автобус все не ехал И потом увидели, что написано, что сервис приостановлен То есть, наверное, из-за протестов Может быть, я не знаю Этот автобус не едет Сейчас будем искать какой-то другой способ Как добраться туда Так, мы прошли метров 700, наверное, до главных касс Где покупаются билеты без карточек Билет стоил 99 долларов Но так как у нас есть автобус карты Получается 37, должно быть Сейчас проверим Да, все верно У нас с карты списалось 37 долларов гонконгских Карту автобус, ребята, обязательно покупайте Нормальная тема, можно пользоваться Заходим в трамвайчик Если назад, блин, покатимся Будет, мне кажется, очень больно Очень большой угол наклона Прямо как на американских горках сидит Вот это ровная поверхность А вот так вот мы Кирилл, ты главный ручник не отпускай Вот это круто, вот это вид Не ожидали мы, что будет такой шикарный вид Пушка-гонка Все в восторге вообще в этом трамвай В счетчик нищеброда мы добавляем кофеек Вуа-пасифик кофе за 41 доллар В гонконгский С вот таким вот видом Если вы хотите подняться вот на эту самую высокую Смотровую площадку, скай террас То нужно заплатить еще 52 доллара Не будем Не будем Не, а у нас же нещебродский трим Правильно, поэтому не платим Поэтому не платим А что? Она тебя спасла А я хотел выйти по назад И двое на месте стою А она взяла, залезла мне под двое И мы чуть вдвоем не упали Эх, ну вид, конечно, обалденный Мы нашли место, куда можно выйти Именно смотровую площадку бесплатную Потому что несколько, которые мы заходили Они были чуть повыше И они были платные Ну и вот отсюда получаются отличные фоточки Чем мы сейчас и займемся Вот здесь для любителей информации Подписаны все небоскребы, которые более-менее интересные Банк оф чайна тауэр, допустим, 19 Это вот этот вот А вот самый высокий, это шестое Это Это Ту Интернешнл Файнанс Центр Не, ну вид, конечно, на миллион Сколько тут бабок вертится Просто миллиарды долларов Все такие в костюмчиках Такие уносили Я, если честно, я не люблю города Но вот Гонконг пока что меня впечатляет И я бы даже, может быть, здесь поработала бы И в офис походила в одно из этих зданий С удовольствием Но кто меня возьмет? Чтобы уехать от измотровой Нужно ехать на 15-м автобусе И мы прямо на нем доедем до кафешки В которой мы будем обедать Пельмешками Недорого Дорога, ребят, очень красивая Но водитель так наваливает Экстрим маленько получается Я думаю, он профессионал, поэтому знает, что он делает Но это не точно А сейчас моя любимая рубрика Пара-баба, хочу пожрать Кирилл, а ну-ка расскажи, куда мы пришли Пришли в Бафанг Там, блин, это пельмешки Гёдзы? Гёдзы, гёдзы в Гонконге Русские пельмени в Гонконге Ладно, это не русские пельмени Это местная какая-то кухня, видимо Китайская Китайская, да И здесь главное, недорого Мы же кто? Бюджетные путешественники Меню здесь, конечно, всё на китайском Но вот дублируют они на английском И в принципе, если вы понимаете, можно всё прочитать Мы взяли себе два сета Посмотрим, что нам принесут Короче, друзья, принесли нам кучу всяких гёдз Сейчас будем тестировать Ну, я вам скажу, гёдзы такие прикольные Я думал, будут какие-то суховатые Но они прям внутри такие влажные, сочные Прикольно, я не ожидал Очень вкусно Ну, короче, наша компания обедает А потом, скажем, свой вердикт этому заведению Мне понравились очень сильно жареные штуки Вот эти вареные мы так и не доели Суп, ну, такой себе В основном вода На бульон слабо похож он Прям такой, знаете, жирненький Но есть всё равно можно Мне тоже понравились жареные пельмени Отварные вообще не понравились И суп мне прям очень зашёл Короче, цена соответствует качеству, я считаю Наш счёт на двоих 79 долларов Ну, с ней понятно уже наглухо вообще Ты что-нибудь адекватное скажешь? Да, глухо А мы, кстати, оценки не поставили У меня оценка 4 4? То есть вкусно? И ты бы его советовал бы, чтобы вот так вот перекусить Да, но не на каждый день Ну, не на каждый день, конец Это чисто запегаловка такой Ты идёшь, типа проголодался, поел просто на 300 рублей и всё Это жареное, конечно, вкуснее А Диана уже блюёт Диана, что вы скажете в итоге-то? Нормально, нормально Мяса мало, но нормально пойдёт Вообще идеально Цена, качество Мы в Ком-Ком не поедем Сколько? На 300 рублей каждый Это вообще просто топ Тоже стафель 4 Ну, короче, единогласно 4 балла Ребят, точка в описании Мы гуляем по городу и восторгаемся Вот всё такое, вообще другое, очень колоритное Очень нам нравится Прямо посреди города ребята валятся в баскетбол Проходим сейчас через какой-то мини такой рыночек Здесь есть всё морепродукты, овощи, фрукты, мясо и здесь Все местные закупаются Мы чувствуем себя как будто бы в каком-то боевике Китайском, другом старом, знаете Как бы трущобы в то же время Небоскрёбы Люди, да, всё такое внешность Максимально необычно, но очень прикольно Да, круто, круто И мы до сих пор не верим, что мы в Бонконге В Бонконге В Гонконге И мы до сих пор не верим, что мы в Гонконге И очень много в городе Тесл Вроде как смотрели три магазина в Гонконге с Теслами Прям за экологию некоторые люди топят И максимально крутые вот такие микроавтобусы У них такое выражение морды у этих машин Как будто, знаете, там сидят якудзы И меня сейчас тут загасит за то, что я слил их номера Вот просто Новое офигенное здание Стоит рядом с каким-то, не знаю, развалюхой С какой-то трущобами Очень интересное сочетание Ну и опять же на каждом шагу просто Теслы С happens Компажев Jax ТакMAN Как�-то СПОК ifLife Компажев deep Я верю Компажев С Отрез 2 Компажев И Ну Что д блин ну конечно гонконг удивляет просто поворачиваешь за угол и он совершенно другой какие-то новые краски новые люди новые кита заведения очень круто я просто в шоке я не ожидал что гонконг так меня впечатлить я просто иду с открытым ртом еле-еле успеваю вообще что-то для вас снимать просто офигенно еще один вид транспорта здесь это паромчики и как раз таки на таком пароме мы сейчас отправляемся на материковый гонконг мы на этом паромчике застали просто невероятный закат и конечно ночной донконг еще прекраснее чем дневной смотрите мы просто мы просто сделали остановку чтобы залипнуть в этот закат и вообще город и иногда важно остановиться на минуточку и посмотреть на закат очень многие люди у нас даже не замечают хотя в наших странах тоже очень красивые закаты и рассветы а вот когда ты в путешествиях ты как-то больше этому уделяешь внимание потому что вроде кажется ты расслаблен ты на отдыхе ну типа хотя ты как бы в путешествии это не отдых останавливайтесь смотрите закаты даже у себя на родине потому что они тоже так великолепны и ставь лайк за этот видос наступил вечер и мы пришли смотреть на лазерное шоу но оно только через час поэтому мы взяли себе пивка смотрим на ночной гонконг вообще нам он очень понравился несмотря на то что мы всего лишь один день здесь провели сегодняшний день подходит к концу давайте выпьем за ребята вам как вообще ваше впечатление уже по баллам короче не ну вообще вот какие-то эмоции есть же шоу а ночной город вообще конечно безумно красивый короче очень эмоционально она рассказала я сравнил с сингапуром вот но это совершенно два разных города это такой типа китайский сингапура то сингапур сингапур вот это конечно многословен вот ну в общем очень атмосферно как фильмах до которых мы смотрим там где-то в гонконге в китае про джеки чану якудзи всякие да прикольно давайте ребятки давай за лазерное шоу за гонконг мы в гонконге а я в валюхином джуте я похож сейчас на белорусского трансвестита потому что валюха греется в моей байке кстати у меня баечка смотрите с пивком кто не заметил мужики кто пробовал пиво саппоро 711 пиво такое интересное решили попробовать написано прям премиум бир стоит 30 баксов за бутылку напишите в комментариях как вам это пиво кто пробовал и какое на ваш взгляд классное пиво есть в азиатских странах кроме чанга и тайгера центр гонконга центр песок под ногами собянин бы такого не заценил ну как так вот здесь на улице проходят протесты по выходным в основном но в данный момент все тихо спокойно мы двигаемся в метро но очень много входов закрыт карту октопуса если вам не хватает на ней денег можно пополнить вот в таких островках при входе в метро также это можно сделать вот в таких терминалах написано видите это валию машин засовывайте карту потом деньги получаете карту обратно но в данный момент этот терминал не работает час пик в метро гонконга это конечно такое себе но в принципе как и в москве и в минске все плотненько спасибо что досмотрели это видео до конца подпишитесь на наш канал если вы еще не подписаны нажмите колокольчик не забудьте попробовать кембли ссылка в описании